Всем привет! Доброе утро, ребята! Серёжа, я вот давно думала и никак не могла понять, кого ты мне напоминаешь. Так, интересно, и кого же? А вот такого же муравья! Да? Такого муравья? Не понимаю. У меня же нет шести лапок, и усиков тоже у меня нет. Но зато ты целыми днями трудишься и дома, и на работе, всё время чем-то занят. Вот и сейчас. Ну, всё-всё, я уже закончил. Тем более ребята ждут от нас новую поделку. Будем мастерить товарища этому весёлому муравью. Да, вдвоём им правда будет веселее строить муравейник. Итак, бумагу с нарисованными деталями, палочку и пластиковые глазки я приготовил заранее. А клей-карандаш, клеевой, пистолет и ножницы у меня всегда под рукой. И я начинаю вырезать. Все детали у меня на рисунке прямоугольные, поэтому сделать это будет легко. Да? Ну, тут у тебя четыре больших прямоугольника и восемь полосок. Работа предстоит долгая. Зато у нас есть время посмотреть небольшой сюжет о муравьях от нашего уважаемого профессора. Ты готова? Ну, конечно. Очень люблю слушать его увлекательные рассказы. Смотри внимательно. О том, что муравьи способны объединяться в колонии, строить огромные муравейники и переносить грузы в 50 и более раз тяжелее их самих, знают почти все. А известно ли вам, что некоторые муравьи имеют прозрачные тела и поэтому способны приобретать цвет пищи, которую едят? Каждая муравьиная семья имеет свой неповторимый запах, благодаря которому происходит разделение по признаку «свой-чужой». У муравьев тоже есть профессии. Например, няни, солдаты, фуражиры – это те, кто разыскивает пропитание. И сторожа! Все детали я вырезал и даже успел две из них склеить вот в такие цилиндры. Осталось сделать последний цилиндр и можно собирать нашего муравья. Ну, у тебя останется еще один прямоугольник. Его ты не будешь склеивать? Нет, Каркуша, на него мы будем крепить эти цилиндры. А, понятно. Итак, наносим клей. Прямоугольник сворачиваем. И маленький цилиндр готов. Так, и что будет дальше? Я предлагаю начать с полосок. Клей на готовых деталях пусть подсохнет. Сережа, а почему у тебя восемь полосок? У муравья всего шесть ног. Каркуша, ты забыла про усики, но они нам пока не нужны. Полоски я сгибаю в нескольких местах. Сначала пополам и потом также загибаю краешки. Так, как будем приклеивать? Три с одной стороны, три с другой, да? Да, абсолютно верно. Вот, по примеру нашего красного муравья. Одна лапка смотрит влево, другая лапка смотрит прямо, а третья вправо. И так же клеим с другой стороны, да? Абсолютно верно, Каркуша. Абсолютно верно. Готово! А теперь приклеим все цилиндры к основе. Впереди приклеиваем цилиндр среднего размера. Посередине маленький цилиндр с лапками. А теперь остался только большой. Он будет третьим, да? Да, абсолютно верно. Муравьишка в лес бежал, за спиной бревно держал. Муравейник теплый дом, будет строить над прудом. Каркуша, какая ты молодец! У тебя всегда замечательное стихотворение. Ну что, друзья, пора клеить усики и глазки. С чего начнем, Каркуша? С усиков. Хорошо. Берем вот эти короткие полосочки, загибаем их так же, как у красного муравьишки и приклеиваем. Сережа, клей осторожно, не порви, а то муравей не сможет найти пищу и почувствовать приближение врагов. Я стараюсь, Каркуша. Ага, старайся. Ну вот, два усика готовы, да, Сережа? Да. А теперь давай глазки ему сделаем. Конечно, Каркуша, и вот тут нам пригодится клеевой пистолет. Капаем немного клея. Приклеиваем глазки прям под усиками. Здесь один, рядом другой. Сережа, не забудь нарисовать рот. Ни в коем случае, Каркуша. Беру черный фломастер и рисую широкую улыбку. Ну вот, теперь все готово. Малыш Бобби ищет друга. Привет, Бобби! Я Каркуша, а это Сережа и Лулу. Привет, Каркуша. Привет, Сережа. Привет, Лулу. О, привет, Бобби. Давай играть. Давай. Каркуша, как дела? Хорошо. Вот такая компания у нас веселая получилась. Видите, ребята, какую интересную поделку можно сделать из простой цветной бумаги. Не пропускайте занятия в нашей мастерской. И мастерите радостно, и с удовольствием. Увидимся на канале Карусель. Пока-пока. Каркур. Пока-пока. Побежали, 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 побежали. И Каркуша, и Каркуша, и Каркуша. Какие они смешные. Все, они твои.